Исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров принял участие в поминальных мероприятиях в мемориальном комплексе Атабиит. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, памятнику мемориалу жертвам политических репрессий, могиле писателя Чингиза Айтматова и мемориалу героев апрельской народной революции 2010 года. Была прочитана поминальная молитва. Его президент напомнил, что жертвами политических репрессий в 1920-1950 годах в Кыргызстане стали около 40 тысяч человек, места захоронения которых до сих пор неизвестны. Садыр Джапаров отметил героизм Бибирю Кадырайлиевой, сотрудника органов национальной безопасности Булота Абдрахманова и археолога Михаила Москалева, благодаря которым общественности стало известно об одном тайнам и массовом захоронении 138 репрессированных около села Чомташ. Как отметил его президент, эти люди заслуживают высших государственных наград, в том числе москалев посмертно. Теперь на месте захоронения расположен комплекс Атабейд. Он добавил, что в современной истории Кыргызстана в результате народных волнений три раза сменялась власть. Причинами событий 5 октября 2020 года Садыр Джапаров назвал нетерпимость людей коррупции. Он отметил, что теперь объявлена непримиримая борьба с ней, которая будет вестись с опорой на общественность. Будет изживаться сложившаяся избирательная психология по подкупу электората. Садыр Джапаров отметил важность института парламентаризма, ставшего действенным инструментом по разрешению общественных разногласий. Ио президента подчеркнул необходимость опоры на собственные силы в деле по улучшению благосостояния народа и экономики страны. Завершились поминальные мероприятия посещением историка мемориального музея Таазим, где Ио президента Садыр Джапаров оставил запись в книге посетителей.